Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый ажурный шестиугольный элемент, а также рассмотрим способ соединения таких элементов в единое полотно. Для работы нам потребуется крючок и моточек пряжи. Приступаем к выполнению элемента. Набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И соединяем в кольцо, выполнив соединительную петлю в первую воздушную. Получилось колечко. Далее выполняем 4 воздушных петли подъема. 1, 2, 3, 4. И провязываем столбик с двумя накидами. Выполнили. Далее 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И сейчас мы должны провязать 2 столбика с двумя накидами. провязываем 1, 2, и снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова 2 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. И так мы чередуем до конца ряда. И всего вот групп столбиков, 3 у нас есть, еще довязать нужно 3. Мы заканчиваем выполнение ряда. Провязали 3 воздушные петли. И теперь должны выполнить соединительную петлю в четвертую петлю подъема. 1, 2, 3, 4. Ряд закончили. Наш элемент выглядит вот так. Далее выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. И мы должны провязать столбик с двумя накидами в ту же воздушную петлю, в которую выполняли соединение. Выполняем. Дальше мы должны провязать 2 столбика с двумя накидами с общим основанием. При этом выполним их над следующим столбиком предыдущего ряда. Вершинку следующего столбика провязываем сначала 1 столбик с двумя накидами, затем 2. Провязали. Выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И снова мы должны выполнить 2 столбика с двумя накидами с общим основанием. Выполняем их над следующим столбиком предыдущего ряда. Провязываем первый столбик. Затем выполняем 2 накида. И провязываем второй. И точно так же 2 столбика с двумя накидами с общим основанием выполняем над следующим столбиком. Провязываем первый. И второй. И дальше у нас будет чередование. Провязываем 5 воздушных петель. И над этими двумя столбиками мы должны выполнить по 2 столбика с двумя накидами с общим основанием. И так до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение ряда. И должны после 5 воздушных петель сомкнуться в кольцо. Выполняем соединительную петлю в 4 воздушную петлю подъема. Ряд мы закончили. Элемент имеет вот такой вид. В начале следующего ряда мы должны будем с вами выполнить сложный или комбинированный столбик. Для этого выполняем сначала 2 воздушные петли подъема. Затем мы должны провязать столбик с одним накидом. Выполнив его над последним столбиком с двумя накидами в этой группе столбиков. Провязываем столбик с одним накидом. Затем выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И мы должны с вами выполнить еще 1 столбик с одним накидом. Захватив общую вершинку ранее выполненного столбика. Получился вот такой сложный комбинированный столбик. Дальше провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова над группой из 4 столбиков с двумя накидами предыдущего ряда мы будем выполнять комбинированный столбик. Теперь мы должны сделать 2 накида, ввести крючок в вершинку первого столбика и провязать только 1 накид. Вот таким образом. Далее выполнить еще 1 накид на крючок, ввести крючок в последний четвертый столбик и провязать еще 1 столбик с одним накидом, не довязав его. Затем выполнить общую вершинку наших 2 столбиков и потом довязать еще 1 столбик с одним накидом. Таким образом. Далее выполняем 3 воздушные петли и снова должны провязать столбик с одним накидом, выполнив его в общую вершинку 2 столбиков, которые мы выполнили ранее. Ввели крючок в общую вершинку и довязываем столбик с одним накидом. Получился вот такой х-образный сложный столбик. И далее мы будем с вами чередовать. Провязывать 3, 4, 5, 6, 7, 8 воздушных петель и над следующей группой из 4 столбиков снова провязываем сложный столбик. Еще раз посмотрим, как это выполнить. Сделали 2 накида на крючок, крючок ввели в вершинку первого столбика предыдущего ряда и провязали только 1 накид. Затем выполнили еще 1 накид на крючок и ввели крючок в последний столбик и провязали снова 1 накид. У нас получились 2 недовязанных столбика с одним накидом. Затем мы выполняем общую вершинку этих двух столбиков. И у нас остался на крючке еще 1 накид. То есть мы провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Довязали. Далее выполняем 3 воздушные петли. И осталось завершить наш комбинированный столбик, выполнив еще столбик с одним накидом в общую вершинку столбиков, которые мы провязали ранее. Вот хорошо видно, мы ввели крючок в общую вершинку и провязываем столбик с одним накидом. Вот таким образом. И далее чередуем до конца ряда 8 воздушных петель и 1 комбинированный столбик. Мы заканчиваем выполнение ряда и провязали 8 воздушных петель. Теперь должны сомкнуться в кольцо. Сейчас внимательно, после выполнения общей вершинки мы отсчитываем 1, 2, 3 воздушную петлю подъема, вводим крючок и выполняем соединительную петлю. Вот так выглядит наш элемент. Приступаем к выполнению следующего ряда. Мы должны выполнить еще 1 соединительную петлю под арочку, затем 3 воздушных петли подъема и провязать 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Выполнили 2 накида, провязали. Выполняем еще 2 накида и провязываем. Затем выполняем общую вершинку. Затем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. И в эту же арочку мы должны с вами провязать 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Выполнили 2 накида. Провязываем столбик, не довязывая его. Затем снова 2 накида. И снова еще 1 столбик не довязываем. И последний, третий столбик снова не довязали. На крючке у нас 4 петли. Захватываем рабочую ниточку и выполняем общую вершинку. Затем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Немножко подвинем наши столбики. И снова нам нужно в эту же арочку будет провязать 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Провязываем 1, 2, 3. Затем выполняем общую вершинку и провязываем 5 воздушных петель. И снова в эту же арочку последний раз выполняем 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Выполняем 1, 2, 3. Выполняем общую вершину. Получилось у нас в одну арочку мы выполняли 4 раза. По 3 столбика с двумя накидами с общей вершинкой. Дальше провязываем 5 воздушных петель. И теперь точно так же в эту арочку мы должны выполнить Сначала 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Выполняем общую вершину. Затем 5 воздушных петель. Провязали 5 воздушных. Теперь снова 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Выполняем общую вершину и провязываем 7 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, семь. Снова в эту же арочку выполняем так же 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Затем провязываем 5 воздушных петель. И последние 3 столбика с двумя накидами с общей вершиной. Провязали. И дальше у нас снова 5 воздушных петель. И теперь мы будем чередовать. Выполнять сначала столбики с общей вершинкой в каждую арочку из 3 воздушных. Затем 5 воздушных петель. И так до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение последнего ряда. Провязали 5 воздушных петель. И теперь очень внимательно мы должны соединиться в круг, выполнив соединительную петлю в общую вершинку наших столбиков. То есть вводим крючок, вот видно, в общую вершинку столбика. Захватываем рабочую ниточку. И выполняем соединительную петлю. Работу мы закончили. Ниточку обрезали. Получился вот такой шикарный шестиугольный элемент. В следующей части мы с вами продолжим работу и рассмотрим способ присоединения таких элементов в едином полотне. Продолжение следует...